Новый источник возобновляемой энергии был построен за рекордно короткие сроки. За пять месяцев были забиты сваи, возведены металлоконструкции, на которых установлены 307 тысяч солнечных панелей. Мощности новой электростанции хватит, чтобы снабжать электроэнергией 10 таких городов, как Сарань. Проект реализуется международной инвестиционной группой из Германии, Чехии и Словакии. В ходе реализации мы выполнили поручение главы нашего государства. Вы знаете, глава государства поручил к 2030 году довести долю альтернативной энергии до 30%. И мы сегодня делаем один из больших шагов достижения этой цели. Глава региона отметил, что данный проект был представлен нашей области на Экспо-2017. И получил одобрение международных экспертов. Внесены правки в действующее законодательство, разработан механизм возврата инвестиций, собран пакет документов, который теперь может служить образцом для тиражирования подобных проектов по всему Казахстану. Думаю, что к концу 2019 года мы удвоим эту мощность этих станций. Будут еще десятки станций введены, где-то около 1100-1200 мегаватт мы надеемся к концу года. Вообще в целом к концу 2020 года более 2300 мегаватт мы думаем, что будут введены в строй здесь, в Казахстане у нас. То есть программа начала действовать, она активно развивается. Этот проект был реализован по инициативе международной инвестиционной группы. Базовыми партнерами являются компании Schneider Electric и Grass Engineering. Проект обошелся инвесторам в 137 миллионов долларов США. Его проектная мощность в год составляет 147 миллионов киловатт-часов. Для строительства солнечной электростанции были использованы высокоэффективные фото-вальтаические панели. Обратите внимание, что данные панели безрамочные. На них нет окантовки в виде металлической рамки, как обычно это делается. Это последняя технология, она называется «Глаз-глаз». Это дает то, что, допустим, мы сейчас в зимний период стоим, и не задерживается снег, не образуется наледь. Перед тем, как вложить такие деньги в этот проект, естественно, проводились соответствующие исследования. И, соответственно, был сделан вывод, что это нормально. И этот регион, почему, допустим, он тоже выгоден? Потому что у нас температурные условия зимой минус 30, минус 25 градусов возникает эффект естественного охлаждения. То есть они также нуждаются в охлаждении, и это лучше, чем если бы это было, допустим, в каком-то жарком климате. Генерация происходит лучше. Стоимость одного киловатта составит 36 тенге. Чтобы карагандинские потребители не ощущали больших затрат, она будет распределяться на все базовые источники энергии. Это значит, что традиционные электростанции будут продавать эту энергию под видом своей. Андрей Теном, Анкужанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский.